Привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в новый выпуск Изи Рашин. В этот раз мои любознательные коллеги из Москвы решили спросить у прохожих, какая их любимая страна. И тут я должен сразу сделать небольшое пояснение. Дело в том, что есть целых две причины, по которым поначалу они получали довольно одинаковые и предсказуемые ответы. Во-первых, большая часть жителей России, в отличие от большинства жителей Европы, до сих пор так и не выезжали за пределы страны. То есть они действительно никогда не бывали за границей и видели только Россию. Это правда, это связано и с многими экономическими и политическими причинами в том числе. В следствии отсутствия этого важного личного опыта, многие россияне имеют представление и о других странах, и о своей собственной, во многом из средств пропаганды. А это означает довольно однобокие взгляды. Во-вторых, уже почти год идет страшная война. Российское правительство приняло целый ряд законов, по которым человек, который будет говорить хоть что-то, отличающееся от официальной пропагандистской позиции, рискует получить огромные штрафы или даже сесть в тюрьму. Поэтому люди всегда стараются отвечать так, чтобы с ними точно ничего не случилось. Это угрожает и тем, кто отвечает на вопросы, это угрожает и тем, кто их задает. Тем не менее, досмотрите это видео до конца. Несмотря на то, что ответы сначала покажутся вам предсказуемыми, дальше вы узнаете очень много нового и интересного о россиянах. Давайте посмотрим. Какая ваша любимая страна? Россия. Это провокация, Россия, я здесь живу. Безусловно, тоже Россия. Россия. Ну, наверное, надо сказать Россия. Россия. Ну, не Россия, к сожалению, не могу сказать. Любимая страна, сильный вопрос, Россия. Россия, конечно же. Ну, наверное, все-таки страна, родина, где ты родился, Россия. Россия. Конечно, Россия. Россия. Ну, скорее всего, я отвечу Россия. 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 Какая ваша любимая страна? Россия и Венесуэля. Наверное, Испания. Гавайи. Ну, вообще, у меня есть топ-3, такой определенный. Это Япония, Германия, Россия. А за что вы ее любите? Родина. Ну, как за что? Мы здесь родились. Я был в Германии, да, был в Ранстрове. Мы здесь родились. Менталитет, все, люди, намного все проще, намного все спокойнее. А за что вы ее любите? Ну, мы уже родились. Где родился, там пригодился. Мы росли, живем и будем жить дальше. Гибкость, открытость и честность. Потому что здесь люди не пытаются казаться. Мы не скрываем чувства, так как в других странах. Для нас это нормально. Разозлиться, либо порадоваться открыто. Меньше схем и матриц в нашей стране, чем нежели где-то еще. Мы в этом, может быть, где-то и материально проигрываем, да. Но зато мы остаемся открытыми, честными и живыми. Здесь мои дети выросли. Наверное, за ее историю я люблю, за ее культуру, за людей, которые рядом со мной. И они, в общем-то, все россияне. Вот другое дело, что хотелось бы поехать по миру, посмотреть вообще, что и как. Ну, пока давайте остаемся на России. А за что вы ее любите? Ну, за свободу, на самом деле. Перемещение, возможность работать. Сложно сказать, потому что я жила в Финляндии. Ну, как бы все равно на родину потянула, понимаете? Все равно свой народ-то ближе. Ну, я родился, я не знаю, я просто за границей ни разу не был. И иного ответа не могу дать. А за что вы любите Россию? Стабильность. Для меня стабильность. Меня это никак не касается, вся эта история. Поэтому живу спокойно. А за что вы ее любите? Потому что она моя родина. Самая лучшая. Потому что я здесь родилась. Потому что я здесь родилась, это моя родина. Здесь мои родители, здесь мои предки, здесь мои дети живут, внуки. Я все люблю в России. За что вы ее любите? Ну, наверное, за сплоченность, за то, что народ готов поддержать друг друга. А за что вы ее любите? Ну, я, в принципе, родилась здесь и живу всю жизнь, поэтому мне как-то комфортно. Все-таки, наверное, любимая моя страна, в которой я родился, и живу. А что именно вы любите в России? Ну, больше всего в России, наверное, менталитет людей. Вот именно то, как люди мыслят, в принципе, как они живут и взгляды на эту жизнь. Потому что, ну, меня, в частности, знакомый здесь тоже недалеко живет. Он отучился большую часть жизни в Англии. И он говорит, что ему абсолютно, ну, как бы не подходит, как люди воспринимают жизнь, как они к ней относятся. То, что, говорит, слишком много, наверное, даже расчета. И, в принципе, мне кажется, что у многих людей в голове, ну, у наших, есть такая черта – больше делать душой, а не головой. Я люблю свою страну и вообще Россию за то, что 11 часовых поясов. И фактически, да, здесь можно и померзнуть, и пожариться. Здесь можно увидеть, хотите, красную книгу, хотите чудеса света. То есть, действительно, эта страна, она сама по себе как планета. Могли бы поделиться, что вам именно нравится в России? Культура. Я работаю в сфере культуры, мне нравится наша литература, наши изображения, искусство, музыка, все. Когда задумываешься, наверное, сложится, ну, как родился. Да нет, наверное, это родные места. Ну, как, в ответ банальный, да, могилы. Ну, когда долгое время за границей, все-таки по нашей природе скучаешь. Вы не могли бы поделиться, за что именно вы любите эту страну? Во-первых, климат, во-вторых, это экономическое развитие, в-третьих, это возможности для сотрудников, для людей, возможности обучения, европейское образование, виза с возможностью посещения очень многих стран. Но живу я в России. Я сам часто говорю, что изучение иностранного языка – это лучший способ познания мира и расширения своего кругозора. Но, вообще-то, еще и когда ты учишь иностранный язык, ты очень многое узнаешь о себе самом. Обязательно обращайтесь к нашим чудесным упражнениям, которые мы каждый раз готовим к новому видео. Здесь вы найдете разные кроссворды, игры, карточки для запоминания и много всего полезного. Проходите по ссылке в описании, занимайтесь вместе с нами и поддерживайте нас, чтобы мы могли снимать для вас новые видео. А не могли бы рассказать, что вам нравится в этих странах? Ну, в России мне нравится, что люди очень образованные. Уровень культуры очень высокий по сравнению с многих государствами. С самого низа до элиты. Это мне очень нравится. А от моей родины мне нравится, что люди веселые в любой ситуации. Ну, в плохой, в хорошей всегда сохраняется позитив. А за что вам нравится Гавайи? Ну, там сестра как-то раз бывала, чего-то рассказала. Там вулкан сейчас. Должен взорваться. Мы все равно как бы очень свободная страна. Взять Германию, да, очень много законов, очень много поборов, штрафов. Все равно, да. Мы более открытые люди. В России все равно все как-то... Здесь ты больше можешь договориться, более человечные. Вот и так скажем, как бы, да. Во-первых, Германия, потому что там надежная техника. И в целом жизнь там достаточно, можно размеренно и сбалансировано. То есть там нет проблем с работой. Там в целом все очень лаконично, кратко. А Россию я люблю. Ну, во-первых, я тут родилась. У меня здесь семья и все такое. Я здесь учусь, получаю образование, слава богу. Что могу еще сказать на счет России? Ну, происходит много неприятных вещей, которые там кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Я свое личное мнение не буду, конечно, на эту тему высказывать. Но сама по себе Россия не так уж и плоха. Она предоставляет достаточно много всяких львот, студентам, не студентам. У всех есть возможность получить образование и устроиться на работу. Молодые учителя вообще сейчас живут достаточно хорошо. Там у меня на родине особенно, там на Дальнем Востоке тоже все хорошо. Япония, ну, в целом, мне нравится, например, тем, что там весело, например. Там достаточно богатая культура. Много, как это сказать, очень много традиционного. Это очень не хватает России, на мой взгляд. То есть там есть и храмы, есть, там, почитается и религия. Там достаточно много, можно в каждом районе найти по 300 храмов. И в целом это все будет очень красиво, это все будет очень ухоженно. Люди там достаточно приветливые, то есть к иностранцам там относятся. Ну, смотря особенно в каком регионе, конечно, но в основном там в центральных очень хорошо относятся и всегда помогут. А может быть, кроме России можете какую-то назвать? А мы не облинивали. Мы вот в России. Ну, так, заглядывали. Ну, да, ну, чтобы вот что-то там понять про эту страну, там сказать, ух, нет, я туда хочу. Кремль бы еще потеплее, конечно, а так все хорошо. Мы тут уж не, никуда дальше. А может быть, какая-то кроме России страна вам симпатична? Ну, конечно, много хороших стран. И арабские страны, и вираты, и Таиланд, и, ну, много разных. Ну, все страны разные, и везде особенности есть, конечно. Ну, Аргентина, наверное, еще. А в ней вас что привлекает? В солнце. Все. И говорят, что очень похоже на Россию. А кроме России никакая страна вам не симпатична? Ну, понимаете, с моим образованием, как бы понимаешь, откуда черники, ноги растут. Та же история, та же Германия, там, Европа. Ну, Азия, это вообще другая ментальность, другая цивилизация. А Эмираты тоже отдельная история. То есть, нет, все-таки, я думаю, остаться там, где мы есть. В Италии была, где я еще была, ну, таких вот европейских странах. Я не могу сказать, что мне бы хотелось там жить. Единственное, как творческому человеку, да, который занимается рисованием, я бы хотела жить в Индонезии. Или вот дочка, например, в Японии была. Потому что там много интересного, просто как для творческого человека. Может быть, вот еще какая-то страна вам симпатична, кроме России? У меня симпатичны все, но люблю я свою родину. Вот может, кроме России вам какая-то страна еще симпатична? Италия. А вы там были? Не смогла, пандемия началась. А что вас в ней привлекает? Кухня, природа, итальянский язык. Ну, в России, наверное, более симпатична, потому что я как бы москвичка, родилась в Москве и выросла здесь. Я бы, наверное, хотела куда-нибудь в Норвегию. Просто потому что там природа красивая. Вы вот из фильмов это поняли или еще откуда-то вот именно про Норвегию? Скорее из Инстаграма. Там попадаются всякие посты, видео. И хотелось бы просто побывать. Вообще, в принципе, везде бы хотелось побывать. Где еще? Ну, последний раз я была в республике Дагестан. Вот, мне там понравилась природа. Очень красиво. Следующее, куда бы я хотела, это минеральные воды. Но пока что я путешествую по России, поэтому мне и нравится, в принципе. То есть у вас такая природа, ну, горы привлекают, лето? Горы, море, лес. В силу определенных обстоятельств, как бы не мог посетить страны. Вот. Ну, единственное, в какой стране я была, это Турция. Но так как, как бы, естественно, это на базе отдыха все происходило, мы особо не выбирались, тоже с семьей ездили. Не выбирались с территории этой базы отдыха. Ну, я как бы не мог тоже, в общем-то, посмотреть, как люди живут именно в городе. Может быть, все-таки вам симпатичны какие-то другие страны, там, из-за какого-то культурного нарратива, фильмов, из-за чего-нибудь еще? Чисто с точки зрения государства и устройства страны, наверное, скандинавские больше всего нравятся. Наиболее, мне кажется, такие продвинутые, если можно сказать так. Может быть, вот есть еще какая-то страна, куда бы вы хотели поехать или где вы уже были? Ну, много таких стран я любила путешествовать. Да много где, на самом деле, интересно и хорошо есть, о чем поразговаривать с людьми, Грузия, Франция, США. Интересно исторические достопримечательности. Мне интересно то, как живут люди. Я везде стараюсь пообщаться с людьми, узнать, как у них, в принципе, устроен, ну, какой у них образ жизни, как у них построена социальная сфера. Это все интересно и, как правило, обогащает опыт. А какие страны, кроме России, вам нравятся? Может быть, вы где-то были или хотите побывать? Ну, много где был. В Италии, в общем-то, хотел бы жить какую-то часть времени. Франция тоже. Сербия. А в Италии вам что нравится? История, которую ты чувствуешь, вот она основа нашей всей культуры. Когда пребываешь в Риме, ну, понятно, это целый мир. Вы всегда обращаетесь внимание, вот вы сказали, именно на историю, на культуру? Ну, да, потому что я сам художник, художник-реставратор и работаю с музейными коллекциями, поэтому для меня это, в общем-то, имеет какое-то значение. Ну, да, архитектура. Маленькие городки, которые, ну, настолько самодостаточные, можно всю жизнь прожить, мне кажется. Таких, ну, кухня, да, 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 итальянская, французская, ну, и наша селедочка тоже. В России вам нравится? Ну, я же здесь живу. Ну, просто что вам не нравится? Климат. Мне не нравится климат. Мне не нравится, наверное, в какой-то степени образование, возможно, школьное или дошкольное, даже в этом смысле. Мне не нравится менталитет наш, российский. Это ужас просто какой-то. Ну, в остальном, нормально, все нравится, живу здесь. Единственное, самое ужасное в нашей стране, это то, что у нас очень много мошенников. В нашей стране просто нет законов. Вот это самое ужасное. Люди у нас замечательные, очень хорошие. И дочка моя тоже, студентка, вот ваша ровесница, заканчивает институт. Она тоже, она любит свою страну. Она даже, она еще не понимает, что если она отсюда уедет, то она обязательно вернется. Потому что здесь друзья, здесь родственники. Понимаете, нас очень много связывает с нашей страной. Вы знаете, да, я был и в Италии, и в Испании, и на Кипре. Как-то больше тяготею к странам, где есть христианская культура, поскольку сам верующий человек. И мне нравятся эти страны. Но, знаете, когда вот где бы ты ни был, да, все равно захочется поесть своего ржаного хлеба. Все равно захочется снова прийти к своим березкам, к своей Волге. Я вырос на берегах Волги. Поесть нашего судака, да. То есть как-то, может быть, это вот то, что мы зачастую не понимаем, что такое род. Вот, мы не понимаем, что такое генотип, который сложился, да, там, пытаясь какими-то медицинскими терминами говорить. Но это действительно твое. Это вот, есть же замечательные слова, да. Дом – это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь и так далее. Бардовская песня. Вот для меня Россия – это тот дом. То есть, да, мне может что-то не нравится, там, погода какие-то, люди какие-то. Но, вы знаете, как часто говорят, блогеры любят сейчас эту формулировку зачастую, что одно дело приехать туристом, другое дело приехать жителем. Вот как житель я себя очень хорошо чувствую в своей стране. Ну что, как вам ответы московских прохожих? Напишите нам в комментариях, а какая страна для вас самая любимая? Какие еще? Что вам нравится и не нравится в разных странах? На что вы обращаете внимание? Пишите нам в комментариях, оставайтесь вместе с нами и до новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok